В Театре кукол состоялась премьера иммерсивного спектакля по-авангардистке Ольге Розеновой. Как родилась эта идея, почему обратились именно к ее творчеству, мы сегодня поговорим с авторами этой интересной постановки. У нас в студии режиссер Владимирского областного Театра кукол Марина Протасова. Добрый вечер. Здравствуйте. И актриса Елена Тюрьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, почему же обратились к этой личности, Марина Геннадьевна? По многим причинам. Во-первых, потому что пришел директор и сказал, а почему бы нам не поставить вот про человека, которая жила и работала у нас, в нашем училась, во Владимире, жила и работала в области. Почему бы не поставить про такого известного человека? Но идея, конечно, сначала походила на какой-то, ну она была бредовой, скажем так. Как в авангар. Да, авангардисткой. Из театра абсурда что-то. Но потом, когда Ирина Олеговна сказала, вы знаете, она не только картины писала, но и стихи, но лучше бы вам их не читать. И я вдруг очень сильно заинтересовалась, что такое, о чем идет речь. Ну, Ирина Олеговна, конечно, подшутила надо мной, я, конечно, почитала эти стихи, почитала, посмотрела ее картины и сказала, ну почему же, Ирина Олеговна, очень даже можно. Давайте, давайте. Вот так родилась идея. А что легло в основу спектакля? Вот мы же всегда говорим о драматургическом материале, стихи? Да, да, да. Нет, не только. А в основу легли работы историков, работы критиков, искусствоведов. В основу легли картины ее. В основу легли стихи ее и крученых. Хлебникова, Маяковского. В основу легли какие-то документальные материалы о ее жизни и творчестве. Все, что мы могли найти. Все, что было под руками и не под руками. Все, что мы могли достать. То есть вы сами провели эту исследовательскую работу, да? Да, конечно. Елена, что открыли в творчестве Ольги Розановой для себя? Вообще знали ее до этой идеи? Я знала, что есть такая художница Ольга Розанова. Видела пару ее работ. Ну, как-то была как такая художница. Ну, хорошо. Ничего она не знала. Оказалось, что это невероятно интересный человек. Во-первых, она действительно невероятно хорошо писала. То есть и выбор авангарда, это был ее осознанный выбор. Она до этого писала в классическом стиле. Она прекрасно писала портреты, пейзажи. И это было совершенно классически, красиво, правильно, точно. И вот она выбрала такую стезю авангарда. И, на мой взгляд, это такая сила. Она такая сильная и смелая. И для меня это было такое открытие. И для меня это очень важно, потому что, ну, мне нравятся сильные личности. А она такая девчонка, девчонка. Ей же там, она умерла уже в 32, мне 33, я не такая смелая. И мне кажется, никогда такой не была. Как она? Она настолько уперто шла к своей цели. Какая у нее была цель? Стать художницей. Она же шла к этой цели беспрестанно просто. Она же сменила этих учебных заведений художественных сколько. Куда ее не брали, так она вольным слушателем шла. Ну, то есть она же бесконечно двигалась в этом направлении. Бесконечно. И она добилась того, чего она хотела. Ей звонок телезрителя. Игорь всегда добивается своей цели. Добрый вечер. Вас прямо не узнать, как вы сегодня изменились. У меня вот такой вопрос. А у вас какие стиктакли планируются? Может быть, экскурсии в этом театре? Что у вас вообще будет интересного? Что это такое? Спасибо. О самом интересном мы как раз сейчас рассказываем. Но тем не менее, Марина Геннадьевна, скажите, где можно познакомиться с афишей? На сайте театра есть афиша, где мы выкладываем все наши новости, наши премьеры, наш идущий репертуар и приезд наших гостей, гастролирующих труп. Пожалуйста, милости просим. Посмотрите там. Что ж, вернемся к необычной премьере. Откуда такое название? Дыши. Вы знаете, вот с самого начала, с самого первого дня, оно как легло мне на душу, то есть с тех пор, как мне стало ее жаль, как человека, я как мама, как подруга, как сестра, вдруг ее приняла так близко к сердцу, мне было настолько жаль, что это была жизнь так коротка. Она была такой яркой личностью во всем. И в своей цветописи, в своих произведениях она была очень ярким человеком. Ну и я думаю, что она была непростого характера, она была, во-первых, очень образована. И, в общем, личность неординарная, однозначно, очень яркая. И когда я ее приняла как свою родную, как своего человека родного, мне стало так жалко, что она мало прожила. Это, во-первых. Во-вторых, она умерла от дифтерита в больнице. Это затянутая стадия дифтерита, когда человек задыхается, и ничего нельзя сделать. То есть если бы она обратилась раньше, но ее так поглотила, ее работа, за которую она взялась прям со всей силой отдавала, работе, близким людям она отдавала все, помогала, она очень была отзывчивой, как мне рассказали. И она просто пропустила тот момент, когда ей нужно было обратиться к врачам, и ее бы спасли. Она задохнулась от дифтерита. Ольга, а всегда ли ей хватает воздуха вокруг героини? Действительно ли название себя так оправдывает в ткани спектакля? Вот она все время задыхается. Задыхается от своего стремления, задыхается от своих эмоций, задыхается от того, что ей все время мало. Ей все время хочется больше. Больше в искусстве, больше в любви, больше в жизни. Она же бесконечно бежит. Это был такой спринт. У нее жизнь такой спринт. Она его пробежала быстро, ярко, и все. И все. И она, конечно, мне кажется, что я всегда нехватываю. Вот это ощущение нехватки воздуха, да, оно... Успеть, все успеть, да? Все, ну, надышаться, да? Да, да. Надышаться, успеть. В спектакле много старинных вещей, настоящих, подлинных. Это принципиальная позиция? Ведь обычно это же не музей, да? И мы всегда какую-то бутафорскую версию уже имеем. Знаете, Настя Милова, которая стала художником-постановщиком этого спектакля, выпускница ГИТИСа, молодая девушка, она, кстати, владимирская, наша, родная, она очень-очень досконально и очень тщательно относилась к каждому элементу, к каждой мелочи. И когда стали наши знакомые, наши сотрудники приносить какие-то вещи старинные, она, конечно, с радостью их все приняла. Потому что, ну, во-первых, ей очень хотелось воссоздать дух вот мастерской художественной. Она это хорошо знает, ей это знакомо хорошо. И поэтому, когда появилось много вещей разнообразных, там, крынки начала XIX века, молочные, чемоданы старинные, да, она это все с любовью принимала, всех благодарила. И это все-таки какую-то атмосферу особую создает, эти вещи, понимаете? Ну и Ольга сама же, да, она же бесконечно собирала все эти фигурки, подушечки. Она такая была соберушница. Она свою комнату уже там обставляла бесконечно разными, вот, Владимирской такой... Игрушкой. Да, Владимирской игрушкой. Подушечками. Вышивками. То есть она сама такая была, и поэтому, наверное, и вещи сами притянулись, их даже искать не пришлось. Да, да, кстати. Вещи пришли сами. Поэтому зачем было их вроде заменять на какие-то другие, там, да, если вот они есть настоящие, еще можно было бы повыбирать, вот это хотим, вот это не хотим. А Владимирским зрителям уже знаком интерактив, да, и спектакли с интерактивом. А вот иммерсивный спектакль, как они восприняли эту форму, и вообще, насколько она нова для вашего театра? Для нашего театра точно нова. Я думаю, для Владимира это нет. Наверняка кто-то привозил уже иммерсивные спектакли. Наверняка мне рассказывали, что в Афлигеле шли такие спектакли. То есть я сама лично не была на таких спектаклях, но я, естественно, много изучала, погрузилась в эту тему и посмотрела, да. Вот, это очень интересная тема. Но мы притянули ее не потому, что нам хотелось в эту форму окунуться, а потому что вот эта форма, созданная нами, посещение мастерской Ольги, она потребовала вот такого шага к иммерсивности. И это оказалось, на самом деле, приемлемо, потому что зрители, приходя в эту комнату, которая вроде как и гостиная, и мастерская художника, они на самом деле ведут себя по-другому. Мы так почувствовали. Я на каждом спектакле, их было всего два, я сидела на первом и на втором спектакле, Лена как актриса. И они становятся сразу же своими, потому что они вместе с актерами в одной комнате находятся. Они вместе с ними работают, рассматривают картины. Они вместе с ними клеят наклейки, которые Ольга Розанова тоже клеила и называла их наклейками. Они вместе играют в карты здесь же. То есть они как-то, эта комната, это пространство их объединяет. Вот здесь я считаю, что Настя Милова прям в точку попала. Да, это интересно. И интересно смотреть за зрителями, как они включаются в этот процесс постепенно, не сразу. Потому что сначала они такие... А где же четвертая стена? Почему ее нет? Прям актеры разворачиваются к зрителю и говорят, ну, вы понимаете, да, они такие... А потом постепенно, они уже принимают правила игры и начинают включаться в процессы, с удовольствием рассматривают и картины, и что-то делают руками, и участвуют в процессе как понятые. Они там, да, они там и подписи у нас оставляют, потому что они понятые на этом мероприятии. Да, свидетели происходящего. Да, свидетели происходящего. Для вас, как для актрисы, вот такое тет-а-тет, да, плечо не партнера, а зрителя. Да, ты, получается, совсем обнажен, как актер, рядышком. Да, для вас насколько вот интересно работать в этой форме? Это сложно было. Ну, во-первых, мы репетировали, у нас, конечно, никто не сидел. И мы думали, мы все ждали, когда же наступит тот момент, когда нам приведут зрители, и мы начнем с ним работать. Потому что, ну, это сложно, потому что врать никак нельзя. Ну, как ты будешь врать, когда они у тебя вот тут сидят? Они же сразу видят театральную игру вот эту всю. Нужно было максимально убрать театральность. Вот прям по максимуму убрать театральность, иначе театр должен оставаться был только в форме, в самой концепции. А, конечно, по способу существования должно было быть максимально органичное существование обычных живых людей. Ну, нет, ребята хорошо справились, они молодцы, они быстро вошли в контакт со зрителем. Ну, это интересно. И когда ты видишь в глазах, к которым ты обращаешься, а ты этих глаз не знаешь, не видела никогда, и в них есть интерес, то это, конечно, сразу дает тебе еще больший толчок работать с залом. Но это интересно, это здорово. Это по-новому, это новое ощущение. Какие уже зрительские отзывы есть? Хотя я понимаю, что еще отыграно слишком мало спектаклей. Отзывов очень много, и меня это, конечно, радует, и это показатель. Мы хотя бы понимаем, что отклик есть, а это самое главное для нас. Значит, мы не зря все это придумали, и не зря и заинтересовали людей, и очень хорошо. Мы рады. Да, зрители говорят о том, что они начали смотреть, что писала Розанова, начали читать о том, кто этот человек. Ну, как-то их побуждает это, да, углубиться немножко в тему. Ну, пока, на самом деле, каких-то негативных отзывов я вот не слышала. Пока все говорят о том, что это что-то новое, что это как минимум интересно. А некоторые просятся, говорят, надо, наверное, еще разок сходить, еще раз посмотреть. Да, кстати, есть такие зрители, и мы на сегодняшний день добавляем спектакли. Вот мы поставили в марте даже, 9-10 марта поставили, хотя не планировали. Потому что есть люди, которые хотят посмотреть, а так как это малая форма, и всего в зале 40 мест это от силы, самое большое, 35-40, то, конечно, мы с радостью всех примем, поставим дополнительные спектакли и примем. Для нас это большая радость. Кроме радости, это еще и театральный эксперимент? Да. Ну, и это тоже было замечено зрителями, и, наверное, их это тоже заинтересовало. Почему взрослый зритель все-таки, да, как всегда говорят, театр кукол же для детей, несмотря на то, что мы ставим у нас большое количество взрослых спектаклей, все равно немножко вот эта иллюзия того, что театр кукол для детей, она существует и пока никуда не уходит. Но взрослый зритель пришел, и взрослый зритель смотрит этот спектакль, пишет отзывы на этот спектакль, и от этого взрослого зрителя еще 10 таких же взрослых зрителей хотят прийти на спектакль. Ну, то есть они идут. И я хочу сказать, что когда ни один зритель, который был у нас за эти два спектакля, да, с которыми мы общались непосредственно после спектакля, никто не сказал, а почему вы взяли не кукольную тему, как любят говорить, да, почему вы не своими средствами, мы работаем своими средствами, мы оживляем картины Малевича, мы оживляем картины Ольги Розановой, мы, у нас есть теневой театр, у нас есть пластический театр, все там есть, то есть мы работаем своими средствами, а дело в том, что наши средства очень обширные, просто не все еще это знают. И, оказывается, все возраста тоже, да, все в театр кукол. Спасибо огромное, успехов этому премьерному спектаклю, необычной истории, надеемся, не последняя. Спасибо.